Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущего грабежи водорвав. Доброе утро, дорогие мои! Для меня оно сегодня очень доброе, потому что проснулся с радостью, с большой, с таким настроением великолепным, потому что ко мне вернулся мой отец, духовник, отец Наум. У нас с ним долгие и трепетные отношения были, начиная с 1991-го, нет, наверное, раньше, да, раньше, года с 89-го. И все мои дети и жена, все мы как бы были под его отцовством, и поэтому любим его и трепетно очень к нему относимся. Последняя моя с ним встреча была незадолго до его успения, и была очень хорошая, где он меня благословил, сказал, что ты теперь все можешь сам, сам их принимай, сам с ними разбирайся, и запретил привозить хороших людей к нему. Прямо так, а что ты мне их возишь? Я говорю, ну, бачка, хочу, чтобы ты с ними поговорил, благословил, чтобы они дело какое-то, значит, большое сделали. Причем мы были с хорошим человеком, который, я вижу, что дела хорошие делает, и так у него движения неплохие. Но то, что батюшка ему сказал, он не выполнил, и поэтому вижу, что он немножечко, можно так сказать, болтается, никак не может найти себе место. Надо просто сделать то, что батюшка сказал, то и привело бы к определенной успешности. Мы, например, так всегда поступали. Но надо сказать, что он удивительным образом не давал конкретных приказаний. Он благословлял, обсуждал, обговаривал. Я-то занимался в основном в церкви, это реабилитации детей после рака крови, создавал программы, создавал, значит, людей подыскивал, к нему этих людей привозил, чтобы они включились в тему, и он ее направлял. Вот мы создали достаточно серьезную программу, и в нее были включены очень большие лица, и программа дошла до вице-премьера, тогда Матвиенко была, разбиралась на совете у нее, и считала, что да, действительно, это то, что нам нужно, и многое по ней сделано. Вот эти коттеджные, можно так сказать, реабилитационные центры, собранные в сеть, вот так, как в Ставрополе, это, в общем, как раз результат той деятельности, программирования, которое мы осуществляли и открывали первые центры в Краснодаре. Потом создавались там в Сочи, в Пятигорске, ну, в общем, вот такая деятельность, и мы, он очень активно в этом участвовал, и очень хорошие давал советы. По этому же, можно так сказать, программе, он меня не благословил учиться, не в семинарии, я когда говорю, батюшка, в семинарии, а тебе какое образование? Я говорю, ну, у меня высшее. Так зачем тебе семинарии? Давай, вот он меня благословил в Академии Туризма, где я стал даже профессором Академии. Мы с митрополитом Петеримом факультет гостеприимства и паломничества, ну, там был создан, там Зорин Игорь Владимирович всё это сделал, а мы преподавали там, и это было хорошее начало, и большая перспектива была у церкви в этом направлении сделать большую социальную программу и использовать ресурсы церкви для реабилитации, для помощи потом наркоманов, эта программа перешла в наркоманы, в помощь наркоманов-стариков, то есть церковь могла пойти по очень интересному, хорошему пути, если бы всё правильно поняли. Ну, немножечко недопоняли, и, честно говоря, практически всех, кто занимался вот этой направлением, практически всех, ну, не уничтожили, но из церкви попросили. А те, кто захватил эту программу, те ничего не могут сделать. Больше того, такое впечатление, они специально всё разваливают, циферки пишут, а развал происходит. То есть батюшка в этом очень хорошо участвовал. Когда наркоманов, там, фильм, я, например, участвовал в съёмках большого сериала «Мир без наркотиков преодоления», на что батюшка мне благословился, ну, надо же всё хорошо, ну, как это делать? Где вот это? Ты подыщи, где подучиться. Я его благословлению и закончил высшую школу телевидения Останкина. Мне не просто всё это далось, понимаете, вот мотаться вот это всё. И я здесь не пропускал никаких служб. Тут просто не было никому больше, чтобы служить. И поэтому вот день там, ночь едешь, служишь, опять уезжаешь. То есть достаточно такая большая деятельность. Но каждый раз, когда, можно сказать, на издыхании находишься, едешь в Лавру и знаешь, что только постоять около кельи, потом с батюшкой посидеть, уже заряд бодрости на многие-многие месяцы и это. На похороны я, конечно, не пошёл. Я, честно скажу, не очень люблю похороны тела, вот, может быть, как-то кому-то это. Но я уже рассказывал, что я и на кладбище редко хожу. Так вот, бываю у могилки на Даниловском кладбище. И когда Матронушка там была, ходил к ней, потом там были ещё святые преподобные, которых тоже сейчас забрали. Сейчас там митрополит Петерим тело его там лежит, к нему прихожу побеседовать. И так, в общем-то, хорошо. Но у батюшки ни на похоронах не был, не поехал, чтобы этот образ мне не запоминался. И на могилку даже ни разу не ездил, потому что для меня это не важно. Эти вот могилки, эти всё это. Я знаю, что батюшка в Царстве Небесном всегда знал, был уверен в том. И был уверен, что он вернётся. Что в конечном итоге когда-то попаду я к нему на приём. И в этом состоянии. Вот сегодня ночью приснился. Рассказываю. Долго мы к нему идём, с каким-то человеком. Так достаточно трудно. Тут внук ещё мой маленький. Я всё время жалел, что не смог его к батюшке свозить и хотя бы какое-то благословление от него получить. Но, значит, идём-идём и точно идём, что вы ожидали встречи с ним. Почему-то была полная уверенность, что встретишься. Ну, я обычно всегда так, когда ехал к нему, я знал, что что бы ни было, батюшка всё время примет обязательно. Он знал, что я издалека приезжаю, что надо уехать. Ещё дел тут и всяких, поэтому всегда, можно так сказать, без очереди, только сам кого-то видишь. Из монастыря Матушки приехали, так пропустишь и всё остальное. Ну, отношения наши начинались с утренней службы. Значит, и причём у мощей Сергия Родонежского, причём были несколько интересных таких случаев. Во-первых, прямо там он какие-то вещи уже там начинал с отношения. Я приходил, он сбоку всё время сидел, вот, или приходил, а я уже там. Я приходил иногда до службы, и сразу поклоны, благословления какие-то и всё такое. И несколько раз были интересные моменты. Один раз я стою, он кивнул, типа, подойди. Я подошёл. Он говорит, спуститься вниз к мощам. И показал на монаха, он откроет. И я подошёл там. Читают упоминания, читают службу рядом, стоит монах. Я говорю, батюшка к мощам послал. И он мне открыл. Я туда вниз, там, храм, мощи собранных, храм Никона. В общем, вот так было несколько раз. Причём я приходил с людьми, с каким-то хорошим человеком. Помню, с Волченковым Владимиром Никитичем пришли тоже рано. Вот так встали в храме, батюшка появился и кивнул. И мне говорит, своди на мощи. И мы спустились с Владимиром Никитичем. И было достаточно. Это впечатляюще. После у них был большой разговор. А один раз я взлетел там в храме. То есть, что-то такая служба. Какая-то такая вот эта. И вот прямо чувствую так. Раз. И поднялся, примерно, вот так на полметрика. Над землей. И прямо стою, оглядываюсь. Думаю, не видит ли кто. И вижу глаза батюшки. Я так стоял. Я за колонну все время стоял. Или ближе к нему тут у колонны. Потому что он всегда благословлял. Иди читай. Я там читал все вот эти поминальные тоже имена. Каждый раз. Мне приносили, давали. И я взялся, здесь икона большая на столбе, взялся за краешек, чтобы не улететь. Он так на меня посмотрел. Потом, значит, я вроде опустился. Потом, когда пришел к нему в келье, он говорит, ты посторожней там. Я так удивился. Мне показалось, что это у меня такое легкое помутнение. И все это как во сне было. Оказывается, он тоже так увидал. Так вот, идем достаточно долго к нему в какой-то небольшой город. Не похожий на Сергий в посадках. Дома в основном маленькие. Но пришли в строение, похожее на монастырь красного кирпича. Такие какие-то там ходы. Кто помнит в Нижнем, когда келья была, вот что-то вот такого ощущения. И там такие длинные стены, как монастырские строения, стены. И вот в них как бы кельи. Но здесь перед ними во дворе накрытый длинный стол, большой. И много матушек. Значит, не монахинь, а вот старицы, можно так сказать. Они вот в этих безрукавочках. Так, ну, монахини, но вот в таком одеянии, не официальном, не таком этом. Есть у нас такие настоятельницы, которые вот такие. Нет, вот все такие простенькие, все это. Которые, я понимаю, что они здесь помогают, батюшки. И я понимаю, а я всегда с неким трепетом приезжал. Потому что там долгие годы была одна вот такая старушенка, которая меня не любила. Почему-то я приходил. Она каждый раз, во-первых, меня пыталась в очередь вытянуть. Хотя мне батюшка сказал, что ты подходи сразу к келье. Я сразу подходил. Она меня уводить. А последний раз, когда я ее видел, это я пришел к келье, тоже там внизу. И стою вот здесь. Он с кем-то из монахини, из монастыря молодые были, разговаривал. Я в проеме стою, а она подходит с другой стороны проема. Как? Пнет меня по ноге. Я так. Она у нее то ли сапоги, то ли ботинки такие кирзовые были. Я так. Посмотрел искоса на батюшку. Говорю, все равно вытерплю. Сколько можно. Я уже ее научился терпеть. Первое время сопротивлялся. Что-то чего? Куда же мне? Вот. Я улыбнулся, стою, пнула. Она прошла еще, значит, с минуту. Как? Пнет? Чуть выше, почти под коленку. Еще больнее. Ой! И опять на нее, значит, посмотрел. А я в это время к батюшке. И она вдруг пнула. Посмотрел на нее, на батюшку, и опять заулыбался. Он встал, взял ее вот так за шкирку и отвел, отвел это мягко сказано, с лестницы спустил. Значит, кому-то говорит, чтобы больше ее здесь никогда не было. И ее я больше там не видел, но это было для меня и немножечко поразительно. Я первый раз в такой смелости, в решительности батюшку увидел, и так он с ней поступил. А меня сразу принял и говорит, терпи. Вот. Все, что больно, полезно. Вот так примерно было сказано. Так вот, там длинные столы. Столы невысокие. Ну, как вот журнальные столы, но длинные. И много вот таких монахинь. Что меня удивило, что они добрые. Я каждый раз ехал и каждый раз думал, как там вот среди ожидающих пробраться, потому что всегда кто-нибудь находился. Вот. Или такая вот находилась, или монастырская какая-нибудь настоятельница. Подожди. Я сначала своих пропущу. Батюшка одна приехала. Из своих было 16 человек. Мне что-то очень нужно было в Иваново. Ой, в это, в Москве, в Госдуме. Вот. А я, значит, начал их пережидать. Батюшка вроде кивнулся, подходя. А я молодые, вроде, ну пусть постоят, но он плечом пожал. И я, в общем, я не попал в этот день туда, куда нужно было. Но зато посмотрел на всех этих монахинь. Так вот, и вот такие в одеждах бывали, похожие на ту, которая пинается. Длинные столы, и на них какая-то еда, не знаю какая. Но меня удивило, что все добрые. Батюшка, здрасте. Батюшку сейчас позовем. Вот. Такие для меня было такое удивление. Не часто такое встретишь. Ну, вот такое. И батюшку позвали. Нас посадили около этого стола. Вот тут с краешку у торца один остался ему стульчик, что он сейчас придет. И нас тут вот у торца посадили, значит. Мы сидим, и он пришел. Что сказал, не скажу. Вот, но ободрил очень. И в этой же скуфейке, в такой же желтой своей епитрахиле, вот, такой бодрый и хороший. Я его таким встретил когда-то и таким вот всегда, в общем, знал. И для меня он вернулся. Поэтому всем наумовцам сообщаю. У батюшки все хорошо. Он здесь. У него целый, можно так сказать, монастырь. Как я понял, что тут он главный и единственный. Вокруг него собраны помощники. Вот. И все, в общем, хорошо. Настроение у меня, видите, какое прекрасное от этой встречи. И думаю, что и вы, если будете молиться так, как надо, то у вас тоже все встречи и помощь нашего отца впереди. Так что помоги всем, Господь. Все будет хорошо. Год будет для России хороший, несмотря на сегодняшние трудности. Если все вытерпим, то мир сменится сейчас от вашего терпения, от вашего затвора и своего поведения в затворе. Зависит, как Господь Россию отблагодарит. Так что здоровья, всем радости. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Христос воскресе. Аминь.